Наверное, мы уже выучили все имена и лица представителей украинского шоу-биза, продавших свою душу расистскому дьяволу без каких-либо зазрений совести. Случилось то, что случилось. Кто я в этой ситуации? Ку-ку, ёпты! Казалось бы, с ними же так уже всё давно понятно. Но разве могут эти звёздные коллаборанты нас ещё чем-нибудь удивить и заинтересовать? Оказывается, могут. Я вообще борец за справедливость. Ну, возьмём, к примеру, Таю Повали. Разве можно пройти мимо вот этого её интервью на российском ТВ? Меня вытянула Москва, меня вытянула Россия. Правда? Полчаса общения коллаборантки с не совсем вменяемым Корчевниковым можно разбивать на цитаты и мемчики. 24 февраля 22 года вы тоже оказались в Москве. Удивительно. Удивительно. Божье провидение. Но самый главный перл выделить несложно. Но для меня было это как спасение. Вот эта ситуация с СВО, я поняла, что меня спасают, что у меня есть шанс на жизнь. У меня выросли крылья. Да-да, по мнению звёздной запроданки, Путин, начав войну с Украиной, спас Повалий. О чудо! Неужели найден тот самый украинец, которого, по мнению РФ, нужно было прийти с армии и спасти? Началась, к сожалению, спецоперация. Спецоперация. Да. И я поняла, что есть надежда на то, что будет всё-таки изменение в моей стране. Что будет изменение. Потому что страна катится в фрору, куда-то, знаешь, со скалы. Вообще, Таисия Повалий – это не просто предательница. Это эталонный коллаборант со стажем, так сказать. Которая о своих пророссийских симпатиях и предпочтениях заявила ещё, по сути, до 14-го года. В 14-м году, когда начался переворот, я уже до этого была не признана властью и многими людьми. С 4-го даже года. Да. С началом полномасштабного вторжения украинская певица, естественно, перебралась в мордок. И одно дело, если бы в первые дни большой войны предательница применила тактику большинства её коллег. Просто промолчала бы или выдала постик про «Нет войне» и «Миру мир». Но нет же, Повалий практически сразу пробила самое глубокое дно. Выступив в Кремле на концерте, посвящённому 9 мая. Для каждого человека, кто это слышал, как кто этому подпевал, ветераны в зале, сколько личного в этой песне про рушник. Ну, то есть, вдумайтесь, на календаре начало мая 22-го года. Месяц, как вскрылись ужасы Буча. Вся Украина не может отойти от трагедии, оплакивает замученных орками мирных жителей. А цивилизованный мир ошарашен событиями в Киевской области. И в это время украинская певица Таисия Повалей, рождённая в той самой Киевской области, «В деревне Шамраевка, где я родилась». «Это Украина». «Это Украина». На полном морозе песенки на украинском языке в самой обители врага поёт. И нет, ей совершенно не стыдно за это. Угрызения совести просто нулевые. И для меня важно выйти с украинской песни на сцену Кремлёвского государственного дворца, на День Победы. Для меня это важно. Я прям горжусь своим выступлением. Кажется, до Повалей давно дошло. Для того, чтобы спокойно сидеть и зарабатывать в рашке, артистке нужно по полной отрабатывать образ той самой украинки, якобы не согласной с мифическим украинцисским режимом. «А шо ж, как все, да?» Таким персонажам рашистские упыри у власти ставят чёткие задачи. Выступать на кремлёвских концертах, рассказывать о необходимости так называемой СВО, ездить на оккупированные территории. «5 сентября 23-го года мы выступали на 80-летие освобождения Луганска. От фашистов на остром Агиле. Как это было сильно, как это было пронзительно». «Для меня эта поездка была какая-то неземная, знаешь». Таисия Павали могла бы стать гордостью Украины, могла бы прославлять своим голосом родину на весь мир. Но нет, любимая певица Януковича выбрала путь мерзкого предателя. И чего же она, по сути, добилась? На болотах певица никому толком не нужна. Лишь позорится и отрабатывает кремлёвские методички. Даже на китайском вон запела. В РФ и Павали далека от понятия популярности. В свою родную страну больше никогда приехать не сможет. А если приедет, то рискует загреметь за решётку на 15 лет. Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении певицы и экс-нардепута Исии Павали. Её обвиняют в оправдании войны России против Украины и призывах захватить всю Украину. Имущество на родине певица потеряла, за границей никому не интересно. Ещё и сына, судя по всему, от себя отвернула. Вам больно, что он не понял вас? Он меня поймёт. Обязательно поймёт. Неужели стоило ради таких великих плюшек родину продавать? Ещё и российский паспорт брать, чтобы на выборы Путлера ходить. То есть я уже прошла очень много, много испытаний. И в тему новоиспечённых граждан болот невозможно не вспомнить про коллег Павали и таких же звёздных предателей Украины. В последнее время у них там в Мордоре прям несётся какой-то марафон раздачи российских паспортов. Очень активный год у меня получился. По информации Russian Smi, прям под псевдовыборы президента РФ стало известно, что ещё одна звёздная коллаборанка с опытом Ани Лорак, возможно, тоже скоро получит гражданство Мордора. Согласно информации РосСМИ, просьбу насчёт гражданства РФ артистка-предательница подала ещё в феврале. По данным кремлёвских пропагандистов, в марте российский паспорт вручили и одесситке Регине Тодоренко, решившей добиваться успеха в террористическом государстве, напавшем на её родную страну. Нервный смех такой, когда... Да, смех по слёзы. Вот сейчас, сейчас я заплачу. Да уж, похоже, не сильно Тодоренко заморачивается из-за того, что Россия обстреливает Одессу через день. Ну, правильно, некогда коллаборантке на такие пустяки отвлекаться. Карьеру в Мордоре строить нужно. Уроженка Одессы, которая во время войны в Украине остаётся в России, ведёт разные программы на пятницы, участвует в проектах НТВ. Тодоренко говорила, что не высказывается о войне, чтобы не ссориться с мужем Владом Топаловым. Разные позиции. Вполне может быть, что предательница Тодоренко уже даже и на так называемые выборы президента России успела сходить. Очень интересно, за кого же могла отдать свой голос Запроденко? Мать моя женщина. Засветил красный паспорт и поход на избирательный участок ещё один некогда Одессит, благополучно забивший на свой город. Недорэпер Джиган. Мы в консульстве Российской Федерации, народский генератор. Мы идём голосовать. Жирная галочка. Чуть ранее получением гражданства стороны агрессора похвастался и напрочь поплавленный бывший украинский продюсер Юрий Бардаш. С этим паспортом точно так же. Я его держу, я держу паспорт и чувствую, что это какая-то драгоценность какая-то. А позже и фотка с его походом на псевдовыборы всплыла. Кто-то тебя может расценивать как предателя? Вся Украина. Сейчас, естественно, в глазах многих людей яд предатель. Но для себя лично и для русского народа это не так. А с чего это вообще пронеслась такая волна раздачи российских паспортов украинским шоу-бизнесовым коллаборантам? Быть может, всем этим артистам дали понять, что в нынешних условиях отсиживаться молча на болотах не вариант? Другими словами, раз уж выбрали Рашку, хотите зарабатывать деньги здесь, извольте работать по правилам Кремля. Принимайте гражданство Мордора, демонстративно голосуйте за ВВХ и оправдывайте путинский режим со всех сторон. И отдали свой выбор за президента Владимира Владимировича Путина. О чем тут говорить, если вон даже королеве шансона Успенской, сидящей на болотах лет этак 100, паспорт рашистские вручили. Я уже отпраздновала получение гражданства России, и я счастлива, что теперь являюсь гражданином этого великого государства. Я всегда любил Россию и думаю, что моя мечта сбылась. Многие же из них как себя повели сразу после начала полномасштабной войны? Ограничились игрой в молчанку или за мирными постиками? Тогда некоторых за это оперативно проучили. Отмены концертов, к примеру. Концерт Ани Лорак вслед за Краснодаром отменили в Ростове-на-Дону. В Краснодаре активисты заявили, что Лорак направила деньги, вырученные за один из концертов, на нужды пострадавших от российской агрессии. Ростовский депутат Евгений Федяев утверждал, что певица собирает средства на нужды ВСУ. Лафа, как говорится, закончилась для всех. В Мордоре нынче типа нейтральным быть запрещено. Думаете, вас просто так за красивые глазки на болотах приютили? Ошибаетесь. Я такой человек, очень важно, чтобы замечали мои заслуги или мои какие-то старания. Буквально несколько месяцев назад книжечку с двухглавой курицей вручили и уроженке Черка с певице Ани Асти. Напомним, что эта дамочка на момент начала полномасштабной войны вообще находилась в Украине. Но ракеты, бьющие по мирным городам и убивающие ее соотечественников, ничуть артистку не смутили. В Украине ей даже пришлось сидеть в бомбоубежище. Но она в итоге вернулась в Россию и о войне не говорит. Да, певица, похоже, долго не думала и отправилась покорять шоу-бизовые вершины в государстве, армия которого ежедневно бомбит ее родную Украину. Музыкальные критики называют ее чуть ли не главной певицей России в 2023 году. Ее хит «Царица» набрал в Ютьюбе более 100 миллионов прослушиваний. На концерты приходили тысячи зрителей. А потом случилась злосчастная голая вечеринка Насти Ивлеевой и предательницы Асти, как говорится, прилетела по полной. Московский клуб «Джипси», который теперь принадлежит ВКонтакту, отменил ее выступление в новогоднюю ночь по независимым от него причинам. В новогодних шоу на федеральных каналах главная звезда 2023-го Асти не появилась. СМИ сообщали об отмене ее концертов. Дошло до того, что и вовсе заговорили про лишение певицы-коллаборантки российского гражданства. Управление по вопросам миграции МВД начало проверку по обоснованности наделением гражданством России в 2023 году. Певицы Анны Асти, Анна Дзюба, пишут в СМИ. Недовольные граждане обратились в Генпрокуратуру и МВД с требованием лишить Асти российского паспорта, а также привлечь к административке по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений». Другими словами, хотите, чтобы Кремль был к вам благосклонен, берите пример с Таисией Повалей. У нее в деле предательства опыт посолиднее будет. Естественно, время такое, что на двух стульях сидеть сейчас нельзя. Сейчас нужна четкая позиция. Ну, все же действительно очень банально и просто. Вы сделали свой выбор, вытерли ноги о свою родину. И продались за кровавые рубли российскому режиму, в котором у таких понятий, как свобода и собственное мнение, просто не существует. Если уж ты стал гражданином России, будь готов к тому, что государство будет тебя ебать уже за то, что ты пришел не на ту вечеринку. Ну да, посмотрите вон на своих российских коллег. Одним концерты за пост в духе «Нет войне» по всей стране поотменяли. Другие, придя на голую вечеринку, умудрились настолько бункерного деда оскорбить, что даже таким королям шоу-биза, как Киркоров, пришлось замаливать грехи поездками на Донбасс. В одну из больниц при фронтовой Горловке он приехал, чтобы поддержать раненых бойцов, участников спецоперации. Моя, наверное, скромная миссия состоит в том, чтобы просто сказать вам спасибо. Интересно, как скоро в тех же краях мы увидим Тодоренко или Ани Лорак? Это новый этап в нашей жизни. Крысам, предавшим свою родную страну, неплохо бы уяснить одну простую истину. В РФ они никогда не будут своими, русскими. И при необходимости их всех еще не раз ткнут в это носом. И ткнут не только тех персонажей, о которых мы вам сегодня рассказали. Жизнь одна, кайфуйте. Уж поверьте, звездных коллаборантов, внеполитичных персонажей, молчунов, предавших родину на болотах, еще предостаточно. Миша Марвин, Аня Седокова, Татьяна Денисова, Саша Панайотов, Маруф, ну или работающая на российском ТВ Жанна Бадоева, которая пусть и не родилась в Украине, но именно здесь построила свою телекарьеру и стала известной. Есть ли какая-то реакция из Украины, что ты стала лицом главного российского канала? Никогда ничего тебе по этому поводу писали и не говорили? Нет. Я уехала с Киевом уже шестой год. И я-то ничего не веду. Они меня раззабыли. Да-да, обманывай себя сколько хочешь, но знай, что такие поступки не забываются. Никто из этих персонажей не останется в тени. Я сижу сегодня здесь только потому, что я не сдавалась, шла вперед. А ведь забавно же получается. Они сделали свой выбор в пользу русского мира. И тем самым навсегда ограничили себя этим русским миром. Ну смотрите, родина для них закрыта. За границей эти неудачники никому не интересны и не нужны. А в России максимум, что им светит в будущем, концерты на региональных птицефабриках. Перспектива так себе, а повернуть все вспять уже нереально. Но они настолько знают точно, что они больше нигде не нужны, кроме России, их голос никому не нужен. Он не ликвидный в мире. В Украине он тоже не ликвидный. Они могут дозарабатывать кусочки своего масла и хлеба только там. Ну а как вы хотели? Перешли на сторону агрессора в самый сложный и страшный момент для Украины? Стали на защиту террориста, мучившего вашу родину? Так теперь не жалуйтесь и не кусайте локоточки, а получайте удовольствие и до конца дней своих наслаждайтесь гнилым русским миром, который в итоге кинет вас всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова